Здравствуйте, коллеги! Продэкспо 2021 снова на связи. Рядом со мной новые спикеры с интересным продуктом. Здравствуйте! Представьтесь, какую компанию представляете? Меня зовут Артем, моя супруга. Меня зовут Наталья. У нас небольшое семейное дело, которое мы начинали очень давно, но перешли буквально недавно к новому продукту. Данный продукт нас вдохновил и дал, скажем так, новые силы выйти на рынок, рассказать о нем. Мы первые в России, можем сказать это и с гордостью, и не опуская глаз, как буквально недавно говорили о Гагарине, который был первый в космосе. Это молоко можно назвать молоком будущего. Это сублимированное козье молоко, иными словами, обезвоженное. Стараемся не называть этот продукт сухим, потому как, в отличие от сухого обычного молока, этот продукт живой. Если также восстановить по нашей рекомендации, как указано на упаковке, оставив этот продукт в теплом месте, он также скиснет, как и обычное цельное или обезжиренное молоко. Поэтому мы, являясь непосредственными участниками производства, хорошо знаем нишу производства именно козьего молока, взаимодействуем с более пяти фермерами одновременно, областными фермерами нашими, московско-областными. И, имея опыт со Скоропортом, со временем поняли, насколько ценен этот продукт, и как важно его сохранить и сделать длинными сроки его годности, при этом не испортив, образно, всю ту ценность, которую несет козье молоко. И никому не секрет, насколько оно полезно и необходимо, если есть какие-то проблемы со здоровьем. И, в целом, если педиатр рекомендует употреблять данное молоко ребенку, то это и удобно хранить, не в холодильнике, в теплом месте, в шкафу. Мы, как родители двоих маленьких детей, все это понимаем. Буквально с этого все и начиналось у нас. У нас была проблема у нашего ребенка. Немножко еще расскажет Наталья о данном продукте. Ну, здесь только можно добавить о его качествах в плане того, что это настоящий кладезь здоровья. И, действительно, это можно даже по-другому сказать. Мы остановили для вас время, чтобы у вас была возможность вкусить всю пользу этого продукта тогда, когда вам удобно, и взять его с собой всегда в любую минуту, в любое время года, в любое время суток. То есть, в общем, это очень удобно, вкусно, полезно. И для вашего здоровья это самое-самое то. И самое важное еще хотел я добавить к словам Натальи, что во время жесткого дефицита именно козьего молока, к сожалению, в зимний период это тенденция, так как развитие козоводства малого мелкого рогатого скота у нас не настолько развито, как в Европе. При этом есть такая проблема, как закрытое содержание этих животных. Как только лето, все фермеры желают их держать в свободном выпасе. Но Европа, получив богатый опыт, она поняла, что нужно содержать этих животных круглогодично в закрытом содержании и при этом регулировать их процессы биологические в то, когда они могут приостановить производство своего молока, образно говоря. И в целом мы решаем эту проблему и для фермеров. Мы при этом консервируем и не теряем всю пользу и качество этого продукта. Это очень важно и ценное на сегодняшний день, что можно предложить в этой линейке именно козьего молока. Очень гордо хотим выйти на рынок, но знаем, что будет сложно, это новинка. Будем пытаться рассказывать и передавать в массы. Наша выставка как раз именно для этого, для того, чтобы новые революционные продукты, полезные и удобные продукты нашли своего покупателя. Я надеюсь, что ритейлеры тоже обратят внимание на ваш продукт. Я понимаю, что ваше производство в Подмосковье. В самой Москве находится. И это, кстати, очень удобно, так как мы можем охватить всю областную часть вокруг Москвы. И не занимаясь непосредственно животноводством, каждый заниматься должен своим делом. Любой фермер, с кем бы мы могли взаимодействовать, с удовольствием приедет в Москву, чем нежели ехать в каком-то противоположном направлении. В этом плане мы очень удобны. И это плюс, скажем так, к сырьевой базе и не иметь дефицита и потребности, опять же вернусь к словам, к сырьевой базе. Если продукт закрывает несколько главных проблем, получается, можно оставить продукт на долгое время, при этом он не теряет своих свойств. Можно в период, когда очень мало, например, козьего молока, иметь его свежее и вкусное у себя дома. И при этом вы базируетесь в очень удобном месте. Я думаю, что столько плюсов в одном и том же продукте точно заинтересует наших ритейлеров. Я желаю вам удачи и надеюсь до встречи в следующем году тоже с новым рационным продуктом. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.